И будут просто искать других лохов Хозяин имеет право заселиться в дом тогда, когда он хочет Никакого телевизора после 10 Что можно написать на 38 страницах? Как бы это так все рассказать? Это вообще-то мое жилье Ты могла себе найти вариант получше Его сдали не нам Она сдала этот дом за сутки Заставлен, ну вообще Я не знаю, откуда столько вещей брать Эта квартира уже сдана Как, что, почему Всем привет Эпопея с поиском жилья продолжается К сожалению К сожалению или к счастью Это растянется на несколько выпусков Будет точно, наверное, три выпуска Плюс четвертый там с переездом Еще что-то Не могу сделать короче Потому что это долго Долгий процесс выбора И вот-вот тебе кажется, что ты уже нашел Все хорошо, но все срывается в последний момент И опять у тебя нет вариантов, где жить Поэтому продолжаем нашу историю Опять возле якобы камина С момента прошлого видео Произошло много перемен Много новостей Мы посмотрели кучу домов Мы говорим сейчас только о домах Я смотрю только дома Думаем только о домах Это уже снится Это уже порядком надоело Мы столкнулись с такой сложностью И даже задумались И как-то просто пропустили эту мысль Насчет покупки жилья Потому что тяжело Что-то найти И с кем-то договориться Сейчас объясню Как, что, почему Сразу скажу Значит дом, про который я говорила Я мечтаю в нем жить Я уже размечталась Который находится в городе Кэмпбелл Его арендовали Его сдали не нам Они проверяли еще одну семью Которая, видимо, подалась первая И та семья не отказалась Поэтому они взяли ее Далее у нас был дом Который Я говорила, что мы подались на два дома На Кэмпбелл и на дом в Пало-Альто Который стоит 5 тысяч Который с вопросами Но Здесь, короче, у всех домов Есть свои плюсы и минусы Идеального дома мы до сих пор не нашли Везде плюсы и минус Вот этот второй дом В который мы подались Там все окей Нас приняли Хозяин нас принял То есть ответил нам на заявку положительно Но мы не увидели гараж Я, кстати, в прошлом видео не сказала И не показала Минус этого дома Что мы не увидели гараж А как я уже упомянула Гараж нам очень важен Да, это будет странно Для некоторых хозяев жилья У них даже и нет мыслей о том Что выложить фотку, например, гаража на сайте У многих нет фотографий гаража Хотя гараж присутствует Но нам гараж важен Так как мы хотим там сделать фотостудию Не сделать, а просто иногда там фотографировать Фотки гаража до сих пор нет И более того Мы посмотрели этот дом Когда этот дом продавался Фото гаража там тоже не было И вот этот мужчина-индус Как я уже говорила Я не знаю, говорила я в прошлом видео или нет Этот мужчина-индус купил этот дом В этом году За 2 миллиона 600 Или за 2 миллиона 700 Стоил он 2 900 Он сторговался Купил его Полностью отремонтировал Действительно дом был не очень А стал очень даже хорошим И никаких фото гаража нигде нет И если на гугл-картах вбить адрес этого дома Он будет замылен В то время как остальные дома Просто как бы фотка домов Ты их можешь увидеть на гугл-картах А этот дом замылен И что странно, непонятно с этим гаражом Можно, конечно, напридумывать Что там было какое-то преступление Еще что-то Но фотографии гаража Мы до сих пор не получили Вот уже как Прошло более Почти неделя Мы вчера попросили фотку гаража Он сказал, отправлю И все Непонятно Гараж нам важен Поэтому мы по-прежнему В подвешенном состоянии Не можем принять решение Насчет этого дома Далее Как бы так все получается Сумбурно рассказывать Хорошо В чем плюс вот этого мужчины У которого мы не увидели гараж У нас выезд из этой квартиры 15-го числа То есть выехать раньше Мы, конечно же, можем Но мы должны заплатить За вот эти 15 дней Это такое правило Это железно Иначе нельзя Мы не выезжаем 15-го числа Потому что мы так хотим Потому что вот так И плюс этого мужчины Что его не смущает 15-е число Что ждать там Целых 3 недели Он может сдать тем Кто хочет заехать Прямо сейчас И уже сейчас Он может получить деньги Он нас ждет Потому что он сам Не спешит Он на каком-то Постоянном расслабоне Он говорит Ну я сейчас Переезжаю Вот мне надо 5 дней На переезд Потом я вам Переезжает он там У себя где-то Между своих домов Из дома в дом И я вам потом Все скину То есть он вообще Не спешит Ну а мы хотим Определиться А он на Чиле На расслабоне Купил недавно дом Непонятно в ипотеку Не в ипотеку При деньгах Не спешит Это конечно Ну молодец Но нам хотелось бы определиться Вот 15-го числа Мы выезжаем из этой квартиры Более того Эта квартира уже сдана И в нее заедут 20-го числа 25-го или 26-го числа Люди И ей уже нашли замену Эту квартиру Не показывали Даже никому Видимо они показали Просто Такую же как бы квартиру Пустую Но видимо В другом В другом немножко Коридоре Там я не знаю Может немножко Другой планировки Но сюда никто не приходил Эта квартира уже сдана То есть Мы уже здесь никто Мы доживаем И уезжаем Так вот Насчет этого мужчины Его зовут Монож Будем его назвать Монож Он Короче Мы в подвешенном состоянии Он нам не дает Никакого ответа Плюс дом Там 800 Square feet Я напишу Сколько это квадратов В русских В русских квадратах То есть дом Не очень большой В отличие от остальных домов Кухня там маленькая А у нас У нас эта кухня Довольно большая И у нас много техники И много розеток А там всего лишь Две розетки И микроволновка Прям стоит То есть занимает место У нас здесь микроволновка Висит Не занимая никакого места То есть там есть Некоторые вопросы К этому дому Но Мы уже привыкли К району К тому Он находится Вот рядом с нашим Это район Стэнфорда Район университета Стэнфорд Где такая атмосфера Очень приятная И люди И красивый очень район И домики там Как из сказки В общем мы уже привыкли К этому району Несколько раз Кучу раз мы там ездили на велосипеде Специально два раза приезжали К этому дому Чтобы к нему привыкнуть Мы уже к этому дому Немножко привыкли Но у нас все еще нет ответа От этого дома Далее Наверное Не буду перескакивать Расскажу про дома Которые мы смотрели Мы посмотрели кучу домов Я расскажу только про некоторые Скажем так уникальные Что я заметила Заметила я то Что у американцев Или у азиатов Которые здесь живут Которые возможно здесь родились Или здесь живут Очень-очень-очень много-много лет У них такое количество Вещей Что Это просто сумасшествие Сумасшествие Я когда-то рассказывала Про то, что Ну не когда-то А в прошлом видео Рассказывала про то, что Люди в гаражах Хранят свои вещи Потому что в квартире нет места Потому что домик В доме нет места Потому что дом маленький Так вот мы были в домах Которые нам показывали люди Которые и все еще живут В этом доме То есть там стоят их вещи Они переезжают Там на днях Или через неделю То есть они еще не съехали Ты смотришь Не пустой дом И у них такое количество вещей Я даже не могу передать То есть дом Большой дом Куча квадратов Но не захламлен Заставлен Кучей вещей Мелкие вещи Крупные вещи Куча шляп Каких-то Не смысле шляп А просто панамки На улицу В гараже Будет вещей Тьма Тьма Коробки Всякие Я честно Я не знаю Как эти люди Будут переезжать Как это будет выглядеть Сбор вещей Раскладка этих вещей В другом доме Но стоит заметить Что у этих людей Двое детей Или у кого-то Один ребенок Но обычно двое Вот мы когда ходили в дома Двое или трое детей Видимо поэтому Очень много вещей Плюс я еще о чем подумала Люди живущие здесь Ко всему Относятся Скажем так Серьезно То есть Если они идут на хайк А здесь хайк Это основное Самое Такое увлечение Если они идут на хайк То у них Экипировка Будет полностью Для хайка У них не будут Какие-то Лишь бы Какие-то Кроссовки Они специально Купят кроссовки Именно для хайка Штаны для хайка Там Какую-то Панамку Одежду Специальный Рюкзак С водичкой Для того Чтобы ходить Если они бегают Они купят Все для бега Если они Еще чем-то Занимаются Или едут на лыжи Они купят Все для этого И вот так Вот так Накапливаются вещи То, что для каждого Занятия У тебя есть Свой вид обуви Свой вид одежды Поэтому, наверное У них куча вещей И я видела гараж Который полностью Гараж большой Он заставлен Ну вообще Я не знаю Откуда столько вещей брать Честно Я это не очень Предствую Одобряю Я не люблю захламление Боюсь этого И тем более Когда ты не знаешь Где ты там Можно сказать Окажешься завтра Я думаю Что эти люди Которые здесь живут Они, наверное Знают Что такое стабильность У них нет В голове Такого Что они Куда-то могут Завтра сорваться Они здесь жили Они здесь живут Они здесь будут жить Поэтому они обрастают Вещами И даже Этого не замечают Какие-то дома Я не снимала Потому что Там были люди Которые в них жили И не очень было Ну снимать их Вещи И так далее Но один дом Я сняла Там просто вещи Очень так были разложены Аккуратно Как будто выставочно Либо эти люди Не обросли вещами Так вот В чем этот дом уникален В том Что он стоит 5200 5200 Это недорогая цена Если сравнить С другими домами В доме Три этажа Дом сделан Из Каких-то блоков То есть Из камня Или из каких-то Больших блоков То есть Не из картона Как многие дома Ну картон Это я условно А мощно выстроен Это таунхаус То есть Это дом В котором у тебя будут соседи Это прям такой Как бы район Так выстроены дома В один дом Скажем так И у тебя там будут соседи Но у тебя будет свой вход Свой гараж Три этажа 5200 Казалось бы Куча места для фотостудии Гараж Гараж Там был по-моему Под вопросом Крыша низкая была Вот И этот гараж Прям упирался В соседей И в других И есть момент Вдруг нажалуются Скажут Вот они туда Водят каких-то людей Делают какие-то фотки Конечно Это и мои мысли Но могут и нажаловаться Наверное Дом прекрасен Чистый Все вообще Но блин Для двоих Это перебор И нужно еще думать Именно об обслуживании Об содержании дома Не то что В нем убираться придется А его придется Прогревать и охлаждать Это все стоит денег Нам такой дом Конечно же Большой не нужен Почему он стоит 5200? Потому что через дорогу Прям вот-вот Вот дорожка небольшая Потом такая выстроена стена Небольшая И там железная дорога Тут ходит электричка Ее слышно вообще На самом деле отовсюду Мы ее тоже слышим Но тихо А они прям живут Возле этой электрички И она и сигналит И либо она просто проезжает Дом нам показывала агент То есть те, кто живут в этом доме Они ушли Показывала агента И мы у нее спросили Слышно ли этот шум Вопрос очень важный Этот поезд прямо здесь И на этот вопрос Неплохо было бы знать ответ И она ответила просто Не знаю Типа, ну не знаю Я здесь не живу Что-то в таком разряде Я не знаю Ответила ли она Я здесь не живу Но она сказала Что она не знает И она не ответила Я узнаю Или я предполагаю Она ответила Я не знаю И все Хотя это очень важно Могла типа сказать Слушайте, я не знаю Извиняюсь Сейчас вот узнаю Вам скажу Типа Потому что этот поезд По-любому слышно Потому что Мы живем далеко от него Не сильно Ну на велике минут Окей, пешком минут 10 А они живут прямо рядом И мы его слышим Ну в общем Про этот дом забыли Просто в чем его интерес То, что там куча комнат Там трое детей Плюс там люди занимаются музыкой Там есть комната С аппаратурой Для них этот дом Действительно подходит Много детей И один ребенок Почему-то живет На последнем этаже Там довольно прохладно В каком-то подвальном помещении Может быть там не ребенок Это просто спальное место Для кого-то Но по-моему там ребенок Еще что хочу Быстренько прояснить Сумма По которой мы ищем дом То есть это типа От 4 до 5 тысяч Это средняя сумма И это довольно популярный Ценовой диапазон То есть спрос На такие дома По такой стоимости Очень высок Это недорого И недешево Это среднее Это могут позволить Себе здесь Очень многие люди Поэтому очень большой спрос То есть, например Ты приходишь в дом Там куча уже желающих Ну как желающих Тех, кто его просматривает Просто как какой-то музей Очень много людей И допустим ты смотришь А на этот дом Уже подано 28 заявок То есть 28 желающих Которых они будут рассматривать Конечно кто-то откажется Самостоятельно Но тем не менее 28 заявок 28, 17, 10 Где-то 0 Где-то 40 Вот так То есть если написать стоимость Я думаю 6, 7, 8, 9, 10 То уже людей будет меньше Желающих Поэтому во многие дома В которые мы приходили Мы приходили еще с толпой людей Еще расскажу про один уникальный дом Вот прям конечно Эта девушка меня зацепила Картинка супер Картинка дома супер Она выложила там этот дом В субботу По-моему вечером Я сразу же это увидела Скинула Сереже Он такой вообще супер Едем Цена 5,200 Много Район так себе Но картинка красивая Надо посмотреть Приезжаем А у нас уже на тот момент Была заявка В смысле одобрение От Моножа Приезжаем в этот дом Он видимо Видимо они просто заново Построили дом Либо снесли старый И построили новый Внутри ремонт Как будто сделан вчера Ну то есть ремонт Действительно новейший Она только-только Сделала ремонт И выставила квартиру То есть видно Что квартира Как будто бы еще в ремонтной Даже как будто какой-то Пыли и так далее Пахнет ремонтом Квартира настолько новейшая Что ты даже ее не ощущаешь Живой Она как будто бы Какой-то экспонат Как будто икеевская Какая-то экспозиция Девушка там тоже А уже не индус Владелица Не индуска А азиатка Была девушка Мы посмотрели этот дом Там была куча желающих И один мужчина Который видимо приехал первый Он уже стоял И заполнял заявку На этот дом Мы значит ходим-ходим Подходим к этой девушке Спрашиваем у нее Здравствуйте Вот мы сейчас уже имеем От одного дома одобрение И мы хотели бы у вас спросить Как долго вы будете принимать решение Кому сдать дом То есть мы например подаем заявку Как долго ждать решение Она такая говорит Но я ведь только-только Этот дом выставила Что действительно логично Логичный ответ Поэтому я недельку Где-то буду присматриваться То есть недельку К ней будут ходить И она будет рассматривать заявки Мы такие Окей Ну логичный конечно же ответ Дом понятное дело понравился Там правда три туалета Дороговато для этого дома Никакого нет газона Искусственная трава Следовательно Никакого садовника нет То есть она решила не тратиться На благоустройство дома Искусственную траву Я здесь вижу в первый раз Здесь у всех Обустроено Все имеют своего садовника Никто искусственную траву не кладет Это действительно странно То есть она захотела Лишить себя дополнительных трат На садовника Но эта искусственная трава Меня не смутила Нормально выглядит Здесь всегда зато будет зеленый газон И мы значит приехали домой Я говорю Слушай давай подадимся Просто подадимся И мы тогда сделаем все возможное Наверное в прошлом видео я не рассказывала Но на сайте Zillow На котором мы смотрим дома Есть два способа подачи заявки на жилье Либо на самом сайте Ты нажимаешь две кнопки И все подается Либо ты переходишь на сайт Агентство Где свои правила И заполняешь заявку Это занимает всегда много времени У этой девушки нужно заполнить Было заявку на сайте И заплатить за двоих Сбор 80 или 90 долларов По-моему 90 И в случае неодобрения Вам этот сбор не возвращают И там нужно было заполнить Кучу инфы о себе Машины какие у вас Вообще все Даже порой чересчур лишнее И мы в итоге не заполнили Забили на все это Решили подождать Подумали Может она нам сама напишет Вот вы интересовались Вы будете подавать или нет Она выложила объявление в субботу Мы смотрели его в воскресенье Дом И в воскресенье она его уже сняла с публикации Она сдала этот дом за сутки А сказала нам Что будет принимать решение неделю И в таком случае Мы бы если бы догадывались Мы бы подали конечно заявку в субботу Но я так понимаю Она сдала дом первому мужчине Который пришел Я так понимаю У него была беременная жена Он ей там что-то наплел Говорит у меня свой магазин Видимо беременная жена Тоже как-то повлияла Все-таки семья зарождающаяся Ну и все Она этот дом сдала за один день Я вообще разочаровалась конечно в ней Но она хитрая какая-то видимо такая женщина Опять же это ее право Но блин сказала неделю Сдала сразу Могла может быть найти Ты могла себе найти вариант получше Клиента получше Далее насчет сбора То есть искать дом Это порой не бесплатно Мы когда подавались Вот в этот Кэмпбелл Который нас не одобрил Про который я рассказывал Что я хотела бы там жить Там тоже была платная заявка Она стоила 25 тысяч человек И они сказали Что в случае неодобрения Мы вам вернем деньги И они вернули деньги То есть насколько здесь все Не то что индивидуально У всех все по-разному Какое-то агентство Не возвращает деньги Потому что не потратили время На проверку тебя Твоих кредитов И так далее Что как бы логично Но это не выгодно для меня Податься туда Где меня не одобрят Потерять почти 100 долларов Это много И потерять кучу времени На заполнение А некоторые агентства Мало того Что они возвращают деньги Если тебя не одобрили Так еще и они говорят Кто первый подался Подал аппликацию Тот и забирает дом То есть многие агентства Лояльные И многие агентства Абсолютно не лояльны К клиентам Я встречала такое объявление Но пока я только один раз Встречала такое объявление Где написано Что понятно Ничего нельзя Там не курить Ни животных Ни субаренды Но это нормально И проверка жилья Будет происходить Раз в полгода То есть раз в полгода В жилье Будет приходить агентство Либо хозяин дома И проверять Как у вас тут дела Вообще эта история В России Ну давайте не будем Она говорит про Россию Про СНГ Типа норма Я не знаю как сейчас Но я помню Когда мы снимали квартиру С Сережей Хозяйка могла прийти Просто так Ну это же Это вообще-то мое жилье Она частично была права Но нужно было предупредить Еще что-то Она просто так приходила И это что-то вот Пахивает тоже Чем-то таким С другой стороны Да Я понимаю Это ваш дом Но так здесь Никто не делает И сразу Вот перейдем К этим индивидуальностям Как же это все Перейти Что-то так все Как бы это так Все рассказать Ладно Давайте пока Про дома Мы смотрели Еще много домов Я не знаю Про какие вам Еще дома Рассказать Мы смотрели Дома за 5200 Но в этих домах Очень много комнат И не было пока Идеального дома По-прежнему Попадали страшные гаражи То есть для них гараж Вообще Они его не ремонтируют Я уже все забыла Но мы просмотрели Много домов Из такого уникального Интересных В смысле рассказов Это вот про эту Азиатку Как я рассказала Про дом возле дороги Который на самом деле Дешевый Он дешевый В нем три этажа Большие квадраты Все новое Это действительно дешевый дом В хорошем районе Здесь в Маунтин Вью Все рядом Электричка рядом Это дешевый дом Для своей квадратуры 5200 это недорого Но возле дороги Давайте, наверное, сразу Перейду к истории Которая длится по сей день Мы приехали смотреть Жилье Дом За 4600 Дом большой Дом ничем не отличается От всех остальных На самом деле Все так же, как и у всех Владелец азиат Молодой Ему где-то 31-32 Этот дом Находится в его собственности Он купил этот дом За 2600 Довольно Как бы молодой парень Смог себе позволить Вот такой дом Подождите За 2600 Или за миллион 900 Ну это ладно Это не важно В общем, молодой азиат Я вообще почему Говорю про него И вообще про людей Кто они За сколько они купили дома Потому что важно Я говорю Знать про хозяина дома Кто он Что он То, что тебе с этим хозяином Потом контактировать Так вот В этом доме Не было ничего Сверхординарного Кроме Общения Сережи С этим парнем То есть Сережа молодой Этот парень молодой Оба айтишники Они друг друга поняли Они общались И Сережу Скорее всего Больше всего Это привлекло И это хорошо Дом-то на самом деле Нормальный Сад нормальный Район обычный Спальня И рядом нет ничего До всего надо ехать До зала надо ехать Я вот, кстати, быстренько Вклинюсь Я планировала Пойти на кроссфит Потому что Я все-таки поняла Что я без кроссфита Не могу Самостоятельно Я заниматься не могу Мне не хватает воли Мне нужно ходить На тренировки Где мне будут давать задания Я буду их выполнять Групповые тренировки И так далее Я всегда пыталась Уйти от кроссфита Но я никогда Не могу от него уйти Он мне и нравится И частично Мне в нем Что-то не нравится Короче, я планировала Пойти на кроссфит И я когда-то говорила Что кроссфит Стоит 200 долларов в месяц Я там один нашла Недалеко от нас Но это еще не предел Там, где живет этот парень Есть кроссфит На велике Там до него ехать Он стоит 339 в месяц Это, блин Это просто Причем Тот кроссфит за 200 Он намного симпатичнее выглядит А здесь Не просто на 50 долларов дороже А на 100 с лишним Что странно Поэтому мне уже страшно Про эти цены кроссфита думать Пойду я или не пойду Но я просто очень хочу Это пока кроссфит Для меня единственный будет способ Какой-то коммуникации с людьми Общения Потому что язык я учу А где практиковаться-то? Просто так подходить к людям И с ними разговаривать Как-то не хочется На кроссфите Было бы это все очень гармонично Поэтому у меня есть зачатки Планы пойти на кроссфит Так вот, у этого парня Ничего рядом нет Магазин До всего надо ехать Единственный плюс Это то, что он очень сговорчив Он нам разрешил субаренду Он нам разрешил Кэтсов и догов заводить То есть он очень тоже сговорчив Как и Монож И это Сереже очень понравилось Дом на троечку Кухня отстой Кухня просто отстой Мы видели кухню намного лучше Даже у нас кухня намного лучше Там очень старые шкафчики На видео, может, не так видно Они ободранные Кухня старая Плита такая Зажиревшая немножко И у плиты нет вытяжки У нее встроенная вытяжка И вот эта вот Плита со встроенной вытяжкой Я думаю, что работает хорошо Если эта плита новая А я готовлю Я не ем где-то Я всегда готовлю И, короче, можно сказать, что вытяжки нет Я думаю Кухня так себе, но кухня большая Гараж нормальный То есть фотостудию можно сделать Квартира, дом светлый Дом светлый это плюс Санузлы нормальные Сад нормальный Все окей И хозяев сговорчив И мы подумали о том, что Мы хотим арендовать этот дом Потому что он недорогой И так как мы пытаемся сделать фотостудию И мы еще в ней не уверены Нам нужно один годик попробовать пожить Вот в таком как бы недорогом доме Да, он далек от всех цивилизаций Но с точки зрения денег Этот дом выгоднее С точки зрения вычета налогов И так далее Насчет субаренды Мы просто спрашивали Вот, если мы будем уезжать в отпуск Можно ли сдать этот дом Он ответил Да, под вашу ответственность Но идею субаренды мы отмели Уже вчера Потому что это нереально будет Найти жильцов С которыми можно оставить свои вещи И уехать в отпуск В общем, я не буду внедряться в подробности Но история субаренды отменяется Нам важна фотостудия И чтобы хозяин был адекватный В итоге с этим парнем У нас шли переговоры Он иногда долго отвечал Видно, что он выбирал между нами и между кем-то У него было там 17 заявок И было видно, что он выбирал между нами И еще кем-то То есть затягивал время И вчера этот парень сказал Я вас одобряю Я вам скину сейчас договор И да, он работает с агентством То есть договор не он отправляет А договор отправляет его агентство У этого агентства есть название И от агентства пришел договор на 38 страниц Когда мы арендовали помещение в Питере По-моему, там было 10 страниц договора Здесь 38 Что можно написать на 38 страницах? Не знаю Нам прислали этот договор вчера И сказали, что у нас на раздумье Есть ровно сутки Что плохо За сутки решиться подписаться на год На жилье, в котором ты не особо уверен Ну, ты не уверена 100% Читаем договор В договоре написано Никакой субаренды Никакого телевизора после 10 Никаких музыкальных инструментов после 10 Это все нормально, это я одобряю Понятно, что они имеют в виду Не шуметь, как и в целом Ну, везде То есть лучше не шуметь И мы вообще не шумные Нас это не напрягает Но насчет телека непонятно Никакого телека после 10 Мы, конечно, телек не смотрим Но все равно Это так все написано жестко Никакого телека Ладно, самое главное Что там написано в договоре Хозяин имеет право Заселиться в дом Тогда, когда он хочет Да, типа он вас, возможно, предупредит Я не помню насчет предупредит Если он захочет жить в этом доме Он будет жить Хозяин имеет право Типа посещать дом Когда он хочет По-моему, я это не помню И хозяин не несет ответственности За поломку техники То есть если техника поломалась Вы чините ее сами Договариваетесь об этом с нами У кого вы заказываете услугу по починке И так далее Вы все берете на свою ответственность Что в какой-то степени логично Но я потом поясню, почему это плохо Вот, и вообще у вас нет никаких прав И если вы выселяетесь раньше срока То вы платите остаток года То есть если вы выселились через полгода Вы платите хозяину дома остаток Вот эти 6 месяцев Ну, в общем, что у вас нет прав особо Вот так вот там в этом договоре На 38 страниц написано Плюс мы еще этот Отправили договор Девушке, адвокату Она прочитала Тоже как бы сказал, что Ну, плохо Плюс Сережа прочитал про это агентство Про эту фирму На это агентство Плохие отзывы То есть, видимо, этот парнишка Эллиот Его зовут Ой, его не зовут Эллиот Это Эллиот, это улица В общем, этот парнишка Выбрал агентство Видимо, особо не разбираясь И отдал этому агентству ключи От своего жилья Блин, я не знаю, как все рассказывать Все так сумбурно Этот парень просто в Нью-Йорк переезжает И поэтому сдает свое жилье И он уже уехал в Нью-Йорк вот вчера То есть, он ключи уже отдал этому агентству Он даже уже не сможет сменить агентство Он просто отдал им ключи Ты, конечно же, Сережа вчера написал Что так и так Вот, посмотри, тут такие-то пункты Он такой говорит Да, это действительно странно А ты можешь мне скинуть весь договор? Он ему скинул То есть, этот парнишка даже не читал сам договор У него, видимо, есть просто какой-то договор с агентством Который он либо читал, либо нет Но я понимаю, 38 страниц Но никто не прочитает за сутки Тем более, когда это сложный текст И, конечно, это если только отдавать какому-то адвокату За сутки прочитать, понять и ничего не упустить Этот парень такой говорит Окей Пришли мне, я почитаю И сегодня приходит Сереже письмо Что это агентство удалило наш аккаунт с их сайта Деактивировало аккаунт То есть, они, видимо, нас вышвырнули Ну, в смысле, удалили И будут просто искать других лохов Я иначе не могу это обозвать И Эллиот Ой, Эллиот Этот парнишка, возможно, из себя дурака строит Что, ой, действительно странно Я не знал, что там такое написано А сам просто, ну, возьмет других И все Есть там много желающих Я думаю, много людей, которые не читают договор Так как бы прочитали А на самом деле, как должно быть в договоре На самом деле Техника, которая стоит, вот, например, в этой квартире За починку этой техники И за поломку этой техники Ответственность несут менеджеры этих апартаментов Не мы Если здесь что-то ломается То приходит человек и бесплатно это чинит К нам уже он приходил один раз То есть, это не на нашей ответственности Потому что у того парнишки техника была не новая Она старая Может быть, она хорошо работает, но она не новая И почему-то мы должны держать ответственность за старую технику И если она сломается не по нашей вине Мы будем за это отвечать И насчет того, что человек может выселить Это тоже не рабочая история Здесь так нельзя выселить, когда ты хочешь Только по истечению срока Когда год прошел Вы можете либо продлить договор, либо нет Далее, например, если из этих апартаментов Мы выселимся раньше срока То мы оплатим штраф, равный двум месяцам аренды в этом доме Ну, то есть, типа, 8 тысяч долларов штрафа У того парнишки мы должны будем оплатить Как бы, сколько выйдет Ну, там, если съедем позже, то оплатим меньше Если съедем спустя 3 месяца проживания, то будем платить до конца года То есть, по сути, это договор, это рабство конкретное Ты все должен Ты все везде должен У тебя нет прав, ты никто Вот поэтому про это жилье, про этот дом можно забыть Но, честно, я вообще туда не рвалась Это Сережа просто пообщался с этим парнем Он ему понравился Ну, я Сережу понимаю Меня этот дом не впечатлил Более того, меня кухня цепляет Мне кухня важна, чтобы она была чистая, нормальная Там она страшная Но я понимала, что это выгоднее Пока что первый год жить в таком жилье Потому что мы не знаем, как будет с фотостудией А если не пойдет Поэтому я, конечно же, была согласна на этот дом И действительно важно, чтобы был сговорчивый хозяин и так далее Но не получилось Хозяин оказался либо лицемерным Либо косит под дурачка Либо действительно дурачок То есть с кем-то, с какой-то фирмой заключил договор Который не очень добросовестный И, как пишут в комментариях Отзывы на эту фирму Что они никакую технику не чинят Более того, они не отвечают на звонки Они просто исчезают И вы там дальше, как хотите, так справляетесь Если с домом что-то случится Вот поэтому у нас было два варианта, где жить Грубо говоря, два одобрения Теперь у нас опять остался только Монож Который до сих пор не скинул фотографию гаража И к нему тоже есть вопросы Поэтому мы задумались когда-нибудь о покупке своего жилья Именно здесь Не потому что снимать дорого А потому что тяжело Найти что-то достойное То есть именно долгий процесс переговоров Сближения, обсуждения Договор читай, подписывай Это все очень долго При этом большой спрос на жилье Люди толпами ломятся снимать дома Тем более, если дом новейший Там будет куча заявок Большая конкуренция Тяжело конкурировать И проще действительно как будто бы купить свой дом Но на данный момент процент То есть раньше, типа года два назад Процент по ипотеке был 2% Сейчас около 8% И поэтому не особо сейчас хочется Если он упадет, то можно будет Что-то где-то найти, купить Можно об этом будет подумать Пока что нет И еще есть такой момент, что я Не имею документов Так как везде нужно заполнять заявку Везде требуются данные каждого жильца У Сережи есть все его данные У меня нет Там требуют ввести номер ССН Это довольно важный здесь документ У меня ССН нет У меня будет ССН только через год, полтора или два И у меня нет никакого другого документа Я просто нахожусь в смене статуса И все У меня нет никакой бумажки Ничего И я думаю, что некоторых людей Так же смущает, что одна Как бы один легален А вторая девушка под вопросом И возможно кого-то смущает То есть зачем им сдавать полулегальную, скажем так, семье Хотя мы абсолютно легальная семья Я абсолютно легально все сделала Мы муж и жена Но зачем им это, когда они выберут семью У которой есть ребенок И у всех есть там паспорта Или ССН Все легальные Конечно, они выберут других людей Поэтому мы тут еще под вопросом Потому что мы молодые У нас нет детей И я полулегальная Потому что мы когда ходим смотреть дома Мы не видим таких же молодых, как мы Мы видим просто семьи Либо молодые парни приходят, студенты Ну прям видно, что студенты Но именно какая-то молодая семья из двух человек Я такого не вижу Я вижу либо взрослую семью Либо семью с детьми Конечно же выберут семью с детьми Зачем мы нужны? И нам один мужчина написал Мы ходили к нему смотреть дом Мужчина азиат Пишет Здравствуйте А почему у вашей девушки нет ССН? И с одной стороны США это страна иммигрантов И казалось бы Ну Понятно, почему нет Но с другой стороны Если этот мужчина здесь прожил всю жизнь Для него эта тема иммиграции Получение документов Отсутствие документов Для него это настолько далекая тема Раз он спросил Значит он либо вообще об этом ничего не знает Что есть как бы смены статуса Что я легальна Это не значит, что я незаконна И не имею права жить в его доме Я имею право Я жена легального человека И он так А почему у нее нет ССН? Сережа объяснил Как бы так и так Смена статуса И он ответил Понятно Ну и понятно Он нас не одобрит И я думаю, что Это тоже является Каким-то камнем преткновения Для того, чтобы нам снять жилье Но монож Например, моножа Это не смутило Там азиата Парнишку Это тоже не смутило Более того, мы об этом сказали сразу Что вот как бы я В таком-то статусе Он сказал Это вообще ерунда Это не имеет значения Я думаю, это для многих не имеет значения И для многих имеет Я не знаю Но в любом случае Мы на улице не останемся Мы можем в крайнем случае Заехать в апартаменты Вообще в любые И нас примут И очень быстро Без залога и прочего То есть если мы действительно Не найдем жилье К этому времени Или если монож Просто монож, например Нам никакой еще договор не скидывал Если он нам кажется Этот монож более-менее хорошим вариантом То это только пока Как только он скинет договор То есть у него же наверняка Какие-то свои будут закидоны И здесь у всех свои закидоны Мы даже не знаем Что у него там будет в договоре написано То есть здесь нет проблемы С какими-то деньгами Здесь проблема Вот просто физически Как бы снять договориться Потому что много желающих Конечно же все себе хотят Новую кухню, новый дом Чем новее дом Тем больше желающих налетает Все сразу кидают заявки Все сразу хотят жить Все сразу пытаются обаять В общем тут происходит Просто какая-то Битва за эти дома И мы находимся в позиции Довольно уязвимой Потому что повторюсь Мы не семья В плане детей Возможно мы для кого-то Выглядим ненадежными Мы молодые Насчет денег Все нормально Потому что они проверяют доход Доход подходит Все с доходом хорошо Но видимо Помимо дохода Думаю смотрят Вот Может быть я мешаю Что я полулегально Что я не родила ребенка Двоих, троих, четырех Может быть еще что-то Вот Поэтому все еще Мы в процессе В поиске И завтра у нас будет просмотр Вот уже две недели Мы живем в этих просмотрах Если так вкратце Про другие дома Которые мы смотрели И не было больше Каких-то таких Ярко выраженных случаев Домов Были просто дома Которые уже среднячок Где-то находятся В странном месте А, был один дом большой По цене По-моему нормальный То ли 4 800 Или что-то такое Не помню Там был пожилой азиат Агент И он сказал Что я сдаю этот дом От церкви Меня попросила бабушка Сдать этот дом То есть Неизвестно Что за хозяйка Какая-то бабушка Она где-то сейчас живет Возможно у детей Она попросила сдать этот дом Дом нормальный И светлый И там Как бы что-то под вопросом Но он находится В хорошем районе Но у них нет стиралки Посудомойки И холодильника Это вообще был первый дом Где нет вот этих штук И он говорит Если у вас своего нет Мы купим И конечно же У нас своего нет Мы подали заявку На этот дом Но они выбрали тоже не нас Потому что видимо Они взяли того У кого все это есть Либо опять же Сделали выбор В пользу семьи Дискриминируя Молодую семью Но это может По-разному тактовать Я не знаю По каким критериям Они делают выбор Но не обидно Этот дом не особо горелся И насчет парня молодого Тоже не обидно Я в этот дом не хотела Я не ходила в него сердцем Но головой я понимала Что этот дом Выгоднее всего Уже сердцем Честно говоря Непонятно куда хочется С такими агентами С такими запросами С такими правилами Уже опасаешься вообще всего Вот сейчас Монож Просто не может Скинуть фотку гаража Непонятно все Поэтому здесь проще Проще иметь Конечно свой дом Ставить там свои правила Сдавать так же Тому кому хочешь Имея тысячу желающих Сдать дом здесь не проблема Вот так Если вы хозяин дома Вы его легко сдадите Тем более Если вы с уважением Относитесь к посетителям дома То есть Сделали свежий ремонт То у вас проблем не будет Дом не будет простаивать Если вы вдруг Вы вдруг решите уехать Или переехать В другой город Или страну Ну и плюс видимо Почему у нас еще Так идет тяжело поиск Потому что у нас есть Свои запросы Нам нужен определенный город Потому что жить в этом Доме год И ты не можешь снять дом Абы как Абы где Важно чтобы Что-то было рядом Или до чего-то Нужно было ехать Но что-то было рядом Чтобы район был Более-менее симпатичный Потому что тебе год Грубо говоря Находиться в рабстве Ты не можешь съехать Как например в России Можно за месяц предупредить Там вот мы когда Фотостудию арендовали Ты можешь там съехать Предупредив за месяц За два Ты не в рабстве находишься Целый год А здесь Поэтому мы так Точно подходим К выбору жилья Потому что за это Нужно будет платить деньги И целый год жить Вот у нас есть Свои запросы Мы не хотим жить В темном доме Хотим жить В более-менее чистом Пускай будет Даже техника Уже не новая Уже ладно Но как-то В общем мы просто Требуем У нас требования Абсолютно какие-то Нормальные Человеческие Ну и нам еще важен Гараж Здесь много гаражей Которые выглядят Как сарай Потому что в этом гараже Стоит машина И всего лишь Поэтому они его Не ремонтируют А нам важен гараж Чтобы были Хотя бы стены Зашиты Хотя бы Одна стена была Зашита Но тем не менее Мы не особо Расстраиваемся Просто интересно Со стороны Наблюдать За происходящим Насколько здесь Все тяжело И как люди Как чайки Слетаются На новый дом Быстро-быстро Посмотреть Быстро подать Аппликацию Быстро снять Урвать Это конечно интересно За всем этим смотреть И что деньги Не решают Уже Цена не должна Решает Не знаю Скорость подачи Заявки И какая-то Твоя История Проживания В США Не знаю В любом случае Мы найдем Какое-то жилье В любом случае У нас есть Пока что Монож В котором Мы вообще Не уверены Но вариант Неплохой Ну и я По-прежнему Нон-стопом Смотрю Объявления На Зилу Оставайтесь с нами Эта эпопея Не заканчивается Продолжаем Сегодня наверняка Также будут Какие-то новости Расскажу О них уже В следующем видео Благодарю вас большое За то, что поставили лайк Правда, очень приятно И это видео Как-то за одни сутки Набрало Сто с чем-то просмотров И я так понимаю Его посмотрели Люди, которые вообще Не подписаны Ничего не знают О моем канале Поэтому большое спасибо Тем, кто Поставил лайк И даже написал комментарий Очень приятно Очень рада Что вы Откликаетесь Спасибо большое Продолжайте Следить За Этой Уникальной Историей Поиска Жилья В Кремниевой долине До новых встреч Всех крепко Обнимаю Целую Увидимся Ровно через неделю Редактор субтитров Корректор А.Егорова